здравствуйте значит сегодня мы с вами вместе попробуем изготовить буквы цифры объемные вспомним как это делалось восьмидесятые годы ну для этого что вот есть у нас пенопласт необходимо его распустить на мелкие полоски для этого мы взяли вот делаем стол кусочек фанеры забиваем пару гвоздей один гвоздик на каком расстоянии где-то вот так на каком расстоянии можно как говорится ширину буквы сделать больше меньше все зависит от его 2 гвоздя забили после этого нам что необходимо необходимо натянуть спираль нашего спираль есть обычно спирать для использовался для раньше на плитке использовалась на утюги вот но это спираль от обогревателя шоу я такую спираль можно взять от выжигателя на правую ниточку поставить и будет хорошо закрепляем просто так намотали с одной стороны с одной стороны и с этой стороны тоже натягиваем чтобы ровнее было и здесь чтобы она здесь видите конец остается чтобы она не жгла столб вот приспособление для резки пенопласта очень простое еще два гвоздика поставил по гвоздиком натянул спираль нагревания и здесь виде резиночка с крючочком для того чтобы когда нагреваешь она прослабляется чтобы было под натяжкой ровненько было но еще смотреть надо расстояние на расстояние где-то чтобы одинаковое было чтобы оскар было нормально встречаемся сейчас спираль тогда нагревается нагревается и попробуем начнем резаться на стол упираемся и потихоньку-потихоньку быстро вести не надо я уже говорил значит толщина вот этого буквы зависит от того на какой высоте находится спираль вот видите вот ровный ровный срез пенопласта можно еще вот еще полосочка получился можно еще вот это у нас мягкий пенопласт можно взять попробовать он будет сто процентов будет резать и пожестче пенопласт сейчас мы попробуем и потом вот уже готовых в этих пластинах можно нарезать цифры можно подкладывать под витражей фотографии ну здесь главная идея вот идея понятно сейчас перейдем строение букв как это делается как это переносится на букву для того чтобы вырезать букву цифру надо сначала нарисовать ее на бумаге ну каким образом я делаю вот можно штрих любой взять ну вот например как пример взяли вот допустим значит смотрим значит значит ширина буквы вот по три клеточки бумага в клеточку берем вот одна к 3 клеточки еще 3 клеточки еще 3 клеточки получается 9 клеточек вот начну соответственно высота какую вы пожелаете вот например примерно примерно значит так вот сделали вот теперь строю букву каким образом вот видите вот допустим будем букву п делать вот точку поставили поставили берем линеечкой линеечкой вот здесь отмечаем вот здесь толщина идет вот сюда 3 сюда 3 и отсюда тоже 3 сюда 3 сюда 3 вот и вот получается таким образом вот это когда уже много начнешь их делать можно это и не рисовать 1 нарисует так вот и здесь уголочки есть уголочки идут у нас вот так по сантиметру вот рисовали рисовали для чего это делается вот мы значит нарисовали букука рисовали листочек снимаем берем приготовленными нами полоску полоску значит накладываем сюда и вот по величине но если она так выходит так ли поставить на свет вот уберем обычную иголку можно что-то другое иголку и делаем проколы углы вот прокол 1 видите где где углы самые вот прокол вот прокол делаем вот прокол делаем не надо будет не переводки ничего вот накололи после этого вот это еще зависит от плотности от плотности материала это немножко мягкий материал вот если был поплотнее то было бы более заметно более заметно не все равно видно вот мы рисуем теперь переводим сюда вот так так восьминадточки восьминадточки так 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 вот мы значит карандашом все пометили вот получилось значит буква значит после этого берем обычный нож на обычный значит но если допустим кто первый раз начинает можно по линеечку поставить линеечку поставили видно где делаете срез вот просто раз и вот она все это идет вырезается хотя мягковатый пенопласт пожестче пожестче будет лучше резаться маленько сыпется здесь идея вот это уже сред более-менее нормальный это можно без линейки уголочек убрать это тоже можно без линейки сам пенопласт нормально резко подводим итоги оформления вырезания букв на первом этапе вы видели мы сделали станочек нарезали полос после этого начали вырезать букв ну вот видите вырезали буквы шрифт можно побольше поменьше ну даже вот в процессе вот этого вырезания пришли к выводу что вот пенопласт который пожестче обрабатывается лучше то есть идеальный вариант идеальный вариант резать вот упаковки есть от телевизоров от радиоаппаратуры очень хорошо они плотные хорошо режутся хорошо и вот и плотный пенопласт вот пожалуйста вместе с вами режьте оформляйте вам пригодится до свидания до новых встреч оформляйте